Здравствуйте, мои хорошие! Приготовьтесь, пожалуйста, к самым неожиданным открытиям. Что бы такого выпить, что бы похудеть? Уксус или перекись водорода? Смогут ли эти полезные в эту жидкость сделать вас стройнее? Или же они убьют вас? Сегодня у меня в гостях люди, которые испытали необычные методы похудения на себе. Правду мы узнаем прямо сейчас. Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуй, Надя! Сегодня мы будем общаться и советоваться с нашими любимыми экспертами, которые вполне достойны доверия. Семейный доктор Константин Зеленский, врач-диетолог Светлана Фуз. Тема необыкновенно важная для наших зрителей и доказательство этому – огромное количество писем. Их больше сотни только за последний месяц. Вы интересуетесь тем, насколько эффективны альтернативные методы похудения и не могут ли они навредить здоровью. А это, пожалуй, самое главное. Мы подобрали сегодня три наиболее популярных в интернете метода похудения. Средствами, при помощи которых люди собираются худеть, они достаточно простые, они достаточно доступные и находятся практически у каждого в квартире. Я вообще не представляю, кто может советовать такие методы похудения, потому что, на самом деле, вот один из методов, которые мы будем рассматривать сегодня, воздействует на организм таким образом, как радиоактивное излучение. Все заради схудения. Диеты и физические управы, многим, кажется, надто виснажливыми. Поэтому, чтобы дать своему телу привабливый форм, искать легких шляхов. И находятся. Силь, яблочный оцет и перекис вода. Газетные статьи и интернет-форумы, телепередачи и даже написанные на эту тему книжки. Все знации стронкого тела стверджуют одно – пейте та худніть. Рецепты отруйных коктейлів дуже прості, тож мало хто сприймає їх як загрозу. Розведіть силь, оцет або перекис водню у склянці з водою. Ни тобі заявих витрат, ні виснажливого голодування та фізичного навантажения. Справжня мрія для тих, хто веде боротьбу з заявою вагою. Але, що ж насправді відбувається з нашим організмом під час вживання цих коктейлів? Як найпопулярніші та найпоширеніші сьогодні методи схуднення вбивають людей? Завдяки нашим дослідженням та експериментам дізнайтеся про це просто зараз. Это шокирующая правда о тех методах, которыми многие люди пользуються. И у нас есть возможность узнать личное мнение тех людей, которые эти методы уже на себе испробовали. Действительно ли им удалось похудеть? А может быть, возникли какие-то проблемы со здоровьем? Кстати, если говорить о том, что один из методов похудения, который мы сегодня озвучим, можно сравнить с лучевой болезнью, то получается, что последствия для организма не только опасны, они и необратимы. Конечно, при длительном применении таких методик воздействие на организм такое, что потом обратного развития процесса уже не происходит. И организм на самом деле начинает очень сильно страдать. А средств для похудения существует действительно миллион. Но мы об этих трёх методах ещё не говорили. И сегодня мы обязательно подробно расскажем о каждом из этих трёх методов, расскажем, чем он чреват для вашего здоровья. И помогут нам в этом вот эти вот замечательные плакаты «Три девушки», которые будут преображаться, используя каждый этот метод. Начнём мы с метода, где рекомендуют для того, чтобы быстро похудеть, употреблять очень концентрированные солевые растворы. Сам метод заключается в следующем. Человеку рекомендуют выпивать натощак 10 стаканов солёной воды. На литр где-то 1-2 столовые ложки соли. Ну подожди, как это? Натощак 10 стаканов солёной воды. 10 стаканов – это больше 2 литров солёной воды. То есть то количество жидкости, которую мы должны выпить в течение дня без соли, просто чистой воды, мы об этом неоднократно говорили, мы добавляем туда, прям бухаем, соль и пьём. Да, смотри, если суточная потребность в соли за весь день, съеденная с пищей, которая соли эту содержит, может быть до 10 граммов. Это нормальное содержание. В виде чистой соли для подсаливания продуктов питания мы всегда рекомендуем где-то чайную ложку, то есть это 5 граммов. То можешь себе представить, что произойдёт с организмом, который внутрь себя примет такой концентрированный солевой раствор. Для меня такое огромное количество соли – это прямой путь к гипертонии. И для меня это не просто слова, потому что у меня мама гипертоник, она всю жизнь любила солёное, а потом, когда было уже поздно думать о том, из-за чего это произошло, она понимает, что она совершала всю свою жизнь ошибку. Это не просто потому, что она хотела похудеть, у неё не было таких мыслей, ей было вкусно. А когда человек загружает свой организм какими-то смертельными дозами продукта, который в нашей повседневной жизни должен и может присутствовать, по-моему, это похоже на самоубийство. Ну, совершенно же очевидно, что соль тянет на себя воду. И, соответственно, эта вода задерживается где? Где есть много соли. Употребляя большое количество соли, человек провоцирует задержку жидкости. Он перегружает почки. Для того, чтобы вывести лишнюю соль из организма, человек вынужден пить, 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 пить ещё больше, перегружая в том числе и сердечно-сосудистую систему. Слушайте, а есть какая-то критическая доза соли, которая может оказаться смертельной для человека? Считается, смертельная доза – это 250 граммов соли за один раз. В этом методе, который предлагается, как способ похудения, всё-таки концентрация соли гораздо меньше. То есть это не смертельно? Нет. Я вспоминаю случай из практики. По скорой помощи когда-то приезжали пациентки, которая принимала солёную воду. Человек просто настолько плохо себя чувствует, что он забывает даже про еду. А аппетита нет никакого в таком состоянии, наверное. Поэтому люди и худеют. Даже день, два, три, хотя бы несколько грамм, 100 грамм, 200 грамм, они видят, что весы показывают меньше. Мы, кстати, часто использовали для того, чтобы поставить человеку клизму. Но не по причине его плохого поведения, а по причине интоксикации, отравления, например, при кишечной инфекции. Что происходит в организме, когда туда попадает такая концентрация соли? А давайте посмотрим на макете. Вначале мы видим нормальную девушку, и сейчас мы посмотрим, что с ней происходит. Первое – это бледность кожи. Второе – это отёки ног. Это ещё лёгкая степень отёчности. Тяжёлая степень отёчности, когда мы человека не узнаём, у него меняется лицо. Далее, если человек продолжает эксперимент над собственным здоровьем, с одной стороны, обезвоживание парадоксально, но наши клетки теряют жидкость, в том числе клетки головного мозга, клетки сосудов, клетки сердца. С другой стороны, жидкости в нашем организме хоть отбавляй, и вся она скапливается в межклеточном пространстве. Страдают практически все органы, включая головной мозг, сердце, сосуды и кишечник. Почки перестанут нормально выводить жидкость, она будет задерживаться, и вы просто не сможете нормально ходить в туалет. Далее перестанет нормально функционировать кишечник, и у вас начнутся проблемы с пищеварением, пища будет выходить, не перевариваясь, ну и, естественно, жир из организма никуда не будет деваться. Он останется на месте. Чуть позже вы сможете увидеть наглядно, что происходит с вашим организмом во время употребления таких коктейлей. Я уверена, все, что мы сейчас услышали, это вполне достаточные доводы для того, чтобы отказаться от подобного экстремального и вредного метода похудения. Наше здоровье гораздо дороже, чем лишние килограммы, которые мы, возможно, сбросим в результате употребления солевых растворов. Но у нас есть еще два метода, которым подвергают себя многие женщины и некоторые мужчины в надежде избавиться от лишнего веса. И поверьте, последствия не менее страшные, чем те, о которых мы уже услышали. Вторым по популярности методом, в кавычках, похудения в интернете является употребление яблочного уксуса. Сегодня мы познакомимся с девушками, которые на себе испытали все прелести самых опасных методов похудения. Чуть позже они обязательно поделятся с нами своим опытом. Ну вот тут вот, насколько я была противником соли, вот здесь у меня такое, знаешь, какое-то внутреннее ощущение, а может и да, все-таки же это яблочный уксус, мы его добавляем в соусы, он сделан из натурального сока яблочного. То есть если это хороший яблочный уксус, и когда у меня в голове проносятся такие мысли, я понимаю, что еще несколько отзывов подруг, знакомых, или то, что я прочитаю в интернете, и я могу стать жертвой тоже вот такого вот способа. Это употребление натурального яблочного уксуса, я подчеркиваю, натурального яблочного уксуса, который нами действительно используется часто для приготовления соусов различных, и он где-то приблизительно сродни лимонному соку. Да. Это для утоления жажды, это для улучшения процесса пищеварения. И просто приятно. И просто приятно. Это никакого отношения к похудению вообще не имеет. Но, учитывая то, что я говорю о натуральном яблочном уксусе, и небольшой очень концентрации, то есть это слегка подкисленная водичка, здесь же рекомендация идет такая, что берется яблочный уксус, который продается в магазине, мы совершенно не можем быть уверены, что те ингредиенты, которые есть в натуральном яблочном уксусе, будут в этом яблочном уксусе куплены. В нужной концентрации, да. В нужной концентрации. И что там не будет преобладать уксусная именно кислота. Понимаешь? Вот в чем разница. Конечно, потому что яблочный уксус содержит набор кислот, и там разные кислоты. А в уксусе обычном это уксусная кислота, и она достаточно агрессивна для организма, и ее концентрация достаточно высокая. Что эта агрессия делает с нашим желудком, мы увидим буквально через пару минут. Откуда она вообще берется, эта уксусная кислота? Это натуральный продукт? То, что в магазинах, оно производят на заводе. Получается путем химического синтеза, скажем так. У нас в зале есть героиня, которая на себе испытала эту уксусную диету. Ее последствия. Да, и я предлагаю ее послушать. Здравствуйте. Добрый день, меня зовут Виктория. Действительно, начитавшись очень много разных диет в интернете, желание быстрого, красивого похудения, вычитала на одних из женских форумов именно метод похудения с помощью яблочного уксуса. Вика, а вы считаете, что вам нужно худеть? Или вы были полнее? Я была покруглее, это сейчас. Я уже занимаюсь спортом, хорошо питаюсь правильно, а раньше было немножко не так все. То есть вы избавились от лишних килограммов, но, как я поняла, с помощью здорового питания и спорта. Исключительно благодаря спорту, да, причем не просто занимаюсь спортом, а став впоследствии фитнес-инструктором. Ну, хорошо, давайте тогда теперь вернемся к грустной части. Да, теперь, да, к грустной части, как к этому все начиналось. Как советовали женские форумы? С множеством разнообразных отзывов, как это все хорошо, быстро получается. Пить яблочный уксус три раза в день. Соотношение в основном один к трем. То есть одна часть яблочного уксуса и две части воды разбавлять. Некоторые, естественно, еще советовали, допустим, добавлять мед, но другие же советчики говорили, не нужны лишние калории. Чтобы надежно. Да, чтобы надежно, уксус, вода и вперед. Последствия были, ну, мало сказать, не очень приятные. Потому что, во-первых, очень сильно болел желудок. Потому что после каждого приема такого стакана коктейля «счастье», в кавычках, желудок подвергался большим спазмам. Кошмар. То есть если вы выпивали стакан этого раствора, это получается четвертая часть стакана уксуса и три четверти воды. И все это смешивали. Это действительно было очень кисло, да? Очень кисло. Ну, что не потерпишь ради похудения? Впоследствии. Принимая этот коктейль. Конечно, очень сильно испортилась зубная эмаль. Это сколько вы принимали на стойку? В течение месяца. В течение месяца это каждый день вы делали? Каждый день по три-четыре стакана. Испортилась очень ногтевая пластина. То есть ногти в буквальном смысле стали очень тонкие, пожелтели. Я так предполагаю, что и волосы. Волосы однозначно, да, они стали больше выпадать. И кожа стала не такая красивая, не такая свежая. Она именно потускнела. Я не против, если я вас приглашу сюда к нам в гости и продемонстрирую, что происходило с вашим организмом, с вашим желудком. Вот представим себе, что эта емкость – это наш желудок. Здесь у нас уже при виде сухариков, предположим, что это сухарики, выделился желудочный сок, нам хочется кушать. Мы берем жменю сухариков, как это делаем, когда сидим перед телевизором. Желудочный сок, мы его набиваем, и он начинает прекрасно переваривать. Ну, пускай это все-таки не сухарики, но какой-то белок, куски мяса. Вот у нас еда обрабатывается соляной кислотой, пепсином, белок распадается. И, как мы видим, процесс пищеварения пошел. Кстати, в результате этого процесса наш организм пополняется полезными веществами в итоге. Конечно. Что происходит в вашем желудке в тот момент, когда вы принимаете уксус? Давайте посмотрим. Прежде всего, маленькие дозы стимулируют кислотность только лишь у тех людей, у которых есть склонность к повышенной кислотности. У обычного человека, либо у человека со склонностью к пониженной кислотности. Желудок реагирует на уксус следующим образом. В течение длительного периода наш желудок понимает, что кислотности в избытке, ведь уксус содержит уксусную кислоту. И получается, что он начинает лениться. И не вырабатывает пищеварительные соки в достаточном количестве. Смотрите, в ваш желудок попадает опять пища, и она не переваривается. То есть там теоретически кислота есть. Мы выпили уксус, но это не та кислота, которая способствует правильному перевариванию. Совершенно верно. В результате получается, что наш организм, в принципе, питательных веществ не получает. Мы гипертрофируем проблему, чтобы ее было легче понять. Но это наглядно. Получается, что пища в желудке застаивается, начинает не перевариваться, а бродить. Всем понятно, что если в желудке пища застаивается, то человек иногда чувствует отрыжку неприятным, тухлым. Я уже молчу про то, что происходит в его кишечнике, когда эта недопереваренная, перебродившая пища спускается дальше, вниз. Все токсины, которые образуются в этот момент, просто всасываются в кровь. Отчасти печень их нейтрализует, но если этого слишком много, печень может и не справиться, и человек начинает себя плохо чувствовать. Давайте посмотрим на вот эту девушку, которая у нас пила раствор уксуса, что с ней произойдет далее. Прежде всего, у нее появляется высыпание на коже. Многие часто путают это с аллергией. Это не совсем аллергическая реакция, но, тем не менее, это сыпь, которая обусловлена интоксикацией, связанной с тем, что в кишечнике происходит обильное брожение. И всасывание в кровь всех этих токсинов. Поскольку человек не получает питательные вещества, витамины, в том числе белки, жиры и углеводы, он действительно может похудеть. Но не стать здоровее, а похудеть как пациент. Потому что это уже будет не следствием здорового образа жизни, а следствием симптома. Вот мы говорим, что мы стремимся к какому похудению? Чтобы избавиться от лишнего жира. Конечно. А в этом случае, если пища бродит, организм недополучает как жиров, белков, углеводов, так и минеральных веществ, витаминов. За счет чего уходит вес? А в этом случае вес уходит за счет потери мышечной массы. Действительно, к жировой ткани это опять же не имеет никакого отношения. То есть теряется белок, теряется вода. И за такой короткий период времени, потому что это все краткосрочная диета. Вот за месяц уйдет вода и уйдет белок. Жир останется на месте. И доказательство этого то, что Вика не похудела. Вика, вы ощущали, что в организме выходит вода, например? То есть хоть какие-то изменения положительные, кроме тех симптомов, которые вы называли? Положительных нет. Итак, как видите, девушка стремительно теряет красоту. Не худеем, мы истощаемся. Дальше, если человек продолжает упорный эксперимент, его тело покрывается морщинами. То есть происходит активное старение кожи? Из-за того, что, во-первых, обезвоживание организма, но в большей степени из-за потери питательных элементов. Просто человек изнашивается очень быстро. Ну, как результат. Ужас. Вот что могло случиться с вами. Вовремя поумнело. Да, к счастью. Тем не менее, те симптомы и признаки, о которых Вика сказала, это уже было ужасно, потому что наблюдать в течение месяца, как с твоим организмом происходят такие неприятности. И после питья этого уксуса, наверное, еще надо включать силу воли, потому что еще больше хочется есть после этого. Очень естественно, потому что уксусная кислота, как кислота раздражает стенки желудка, и человек начинает хотеть кушать обязательно. А теперь давайте, Свет, напомним с тобой симптомы, которые возникают при питье уксуса. Итак, высыпание на коже. Потеря мышечной массы. То есть человек не худеет, жир остается на месте, он истощается. И если человек не прекращает эксперимент, его тело начинает покрываться морщинами. Вика, я вижу, что на вашем лице появляется улыбка, которая свидетельствует о радости. Все это уже позади, и эксперимент, который вы, к сожалению, провели со своим здоровьем, к счастью, не привел к необратимым последствиям. Спасибо вам, что помогли нам разъяснить все и донести мысль до каждого. Этот способ опасен для вашего здоровья. Вы можете возвращаться в зал. Присаживайтесь, пожалуйста. А мы продолжим. Откровенно говоря, после услышанного я даже боюсь спрашивать о третьем методе оригинального похудения и его последствиях. Это, наверное, самый страшный? Это тот метод, опять же, в кавычках, о котором я говорила в самом начале. Это победитель нашего рейтинга наиболее опасных альтернативных методов похудения. Это метод, который предполагает использование перекиси водорода и приема ее внутрь. Метод, о котором я говорила, что он сродни радиоактивному воздействию на наш организм. Кошмар. Я хочу прямо сейчас узнать, кто из вас, мои дорогие гости, слышал об этом методе или использовал его для того, чтобы избавиться от лишних килограммов. Поднимите, пожалуйста, руки. Конечно, не все это радует, но около 10 человек это огорчает. И я уверена, что они это все знают из интернета или от друзей, но никто не подошел к доктору и не спросил, доктор, а можно ли мне попить перекись водорода? Свет, у меня когда-то пациент спрашивал, впервые об этом методе я услышал где-то лет 10 назад. Пациент, очень неглупый мужчина, с высшим образованием, с жизненным опытом, просто решил похудеть. Он пил перекись, но этот метод, он прочитал какую-то книжку, которая, знаешь, обычно вот в таком формате продается в переходах. В ней было еще написано, что там не только худеют, но и очищают организм, омолаживают, оздоравливают, и тыры, и пыры. На собственном здоровье решил провести эксперимент и спрашивал меня. Я говорю, послушайте, ну ведь так же, ну очевидно же, как работает перекись в маленьких концентрациях. Очевидно, как она работает в больших концентрациях. Бросьте. Это кажется очевидным специалисту, который действительно разбирается в вопросах здоровья. И через некоторое время, очень скоро, мы обязательно покажем, как действительно перекись влияет на организм человека, что происходит. А сейчас я бы хотела зачитать письмо от Светланы из Киева, которая весьма беспокойна, потому что речь идет о здоровье ее дочери. Я весьма обеспокоена состоянием своей дочери, и мне интересно, не угрожает ли ее здоровье опасность. Моя Снежана студентка, ей 19 лет. Она нашла в интернете советы по похудению с помощью перекиси. И сейчас активно практикует эту методику. Она пьет трижды в день перекись водорода, разбавленную водой. Говорит, что все ее подруги так худеют, и она тоже хочет быть стройной. Хотя моя девочка вовсе не толстушка. Я очень переживаю за свою дочь, пыталась с ней поговорить, как-то убедить ее не пить эту химию, но Снежана ни в какую не соглашается. Наденька, скажите, не будет ли каких-то тяжелых последствий для здоровья? Этот вопрос я, естественно, переадресовываю нашим экспертам, докторам. Давайте пригласим к нам человека, который на своем примере, по собственной инициативе пробовал этот метод, употреблял перекись водорода. Оксана готова поделиться своей историей. Оксаночка, идите к нам. Здравствуйте. Ну, конечно, сразу вышла такая толстая девушка, что ей нужно срочно вообще избавляться от лишних килограммов любимыми способами. Оксаночка, но вы были настолько недовольны своей фигурой, что решили рискнуть здоровьем? Или как вам пришла эта идея в голову? Не только с целью похудения, но и с целью оздоровить организм. При приеме перекиси водорода, как я читала в отзывах, в организме выделяется кислород, который помогает сжигать лишний жир и оздоровительным образом влияет на весь организм. Узнали из интернета? Да, из форумов, из интернета. И как любая, наверное, женщина не хочет замечать каких-то плохих отзывов, видела только хорошие и положительные результаты. Почему решила попробовать? Ну и как это было? Расскажите, пожалуйста. После интернет, как говорится, рекомендации, я решила испробовать на себе. Начинала с 10 капелек на стакан воды, утром натощак, за полчаса до завтрака. То есть такая система там? Да, да, да. Когда начала принимать, все вроде бы нормально. Но единственное, что был не очень приятный привкус перекиси. Еще был один момент в начале приема, я чувствовала небольшое, ну не жжение, а такое тепло и горячо было в горле. Я ссылалась на то, что у меня с детства стали хронический танзелит, и я думала, что это вот реакция моего слабого горла на перекись водорода. Потом через неделю пропало это неприятное ощущение. И я увеличила дозу еще на 5 капелек. Еще неделю я принимала 15 капель с осторожностью, боясь, что это ощущение появится. Оно не появилось у меня. И я увеличила дозу где-то до 20-25 капелек. Вот на сегодняшний день, вот моя доза утром 25 капелек натощак, на стаканчик воды за полчаса до завтрака. Так неужели же мы нашли способ, который плохо не влияет на здоровье? Вы что, себя сейчас хорошо чувствуете, Оксан? На данный момент как бы нет у меня никаких жалоб о состоянии моего организма. Скажите, пожалуйста, а сколько дней вы уже пьете? 45 дней. Оксана, а вы ходили к врачам, обращались по поводу этих симптомов и вообще по поводу того, как меняется ваше здоровье, возможно? По рекомендации ваших коллег я прошла обследование в клинике, но на данный момент результаты неизвестны. Но чуть позже мы обязательно озвучим эти результаты. Во всяком случае, когда Оксана обратилась к нам в программу, она утверждала, что серьезных отклонений по здоровью у нее нет. Пока же Оксана не знает, как изменилось ее здоровье за 45 дней похудения с помощью перекиси водорода. И оздоровление, кстати, потому что такую цель Оксана ставила перед собой. Так что же происходит с организмом, когда мы принимаем раствор перекиси водорода? Мы прекрасно знаем, что поверхность кожи имеет плотный такой роговой слой. Это защитный слой. Когда мы наносим перекись на неповрежденную кожу, в принципе, ничего не происходит. Вот у нас есть образец кожи. И вот что происходит, когда на неповрежденную кожу попадает перекись водорода. Кожу, в общем-то, ничего не происходит. Ну, знаю из собственного опыта, что если даже обрабатываешь ранку перекисью, и останется немного перекиси на неповрежденной коже, все-таки сухость кожи ощущается. Да, внешних повреждений не будет, но то, что перекись водорода высушивает, это, по-моему, факт. Кожу перекись сушат из-за того, что перекись – это мощный окислитель. Если вдруг перекись попадает на поврежденную кожу или на слизистую, она начинает шипеть. Все обрабатывали царапинки, а особенно если кто получал глубокие раны, то хирурги всем обрабатывали обязательно сначала перекисью. Происходит это из-за того, что перекись реагирует с ферментом пероксидазой. Происходит следующее. Выделяется при реакции вода и чистый кислород. Это ранка, да? Это рана, либо клетка слизистой. Мы видим ожог. Если здесь были микробы или есть гнойное воспаление, то перекись помогает очистить рану и убить бактерии. Но если слизистая оболочка не была инфицирована, а просто получила такой вот заряд бодрости, в кавычках, то мы будем иметь ожог. Даже если рана – маленькая царапинка, без признаков воспаления, и вы регулярно обрабатываете ее перекисью, вспомните, она заживает дольше, чем если бы просто ее обработали настойкой календулы с слабым спиртовым раствором. Вот сейчас мы увидели результат одноразового воздействия на клетку слизистой оболочки и раствора перекиси водорода. А если это происходит регулярно, да еще по методике, 45 дней подряд, вот сейчас я впервые увидела у Оксаны на лице уже несколько озабоченное выражение. До этого Оксана стояла уверенная в том, что с ней все в порядке, и она себя нормально чувствует. Многие люди просто не ощущают того, что клетки слизистой оболочки пищевода, слизистой оболочки полости рта, желудка могут гибнуть. Если постоянно попадает на эти слизистые перекись в определенной концентрации, то эти клетки могут гибнуть. Соседние клетки, которые получили повреждения, но не погибли, они теряют способность к регенерации. Кроме того, почему мы сравнили этот способ с радиоактивным облучением? Клетки действительно гибнут, происходит деструкция, ожог, клетки теряют способность к регенерации. Более того, у вас повышается риск возникновения онкологических заболеваний. Все-таки я уверена, что есть определенная часть женщин, которые готовы ради похудения на все. А что с лишними килограммами? За 45 дней с помощью этой методики вы пили раствор перекиси водорода. Вы похудели? Да, я похудела немножко более чем на килограмм. Света, если бы Оксана питалась рационально, то, о чем мы постоянно говорим, изменила свой рацион питания, не принимая перекиси водорода, да бог с ним, или уксуса, или соли, за 45 дней правильного рационального питания и умеренных занятий спортом, те упражнения, которые мы регулярно показываем, насколько можно похудеть в норме? За 45 дней это может быть 2-3 килограмма. 2-3 килограмма? Без особых усилий. Без особых усилий и становясь здоровее. У нас есть третий макет, с помощью которого мы наглядно продемонстрируем последствия этого способа экстремально похудеть и оздоровиться. Сначала мы видим здоровую, красивую девушку, у неё румянец, отличная кожа. Что происходит дальше? Дальше мы видим ухудшение состояния кожи. Кожа бледнеет, мы видим уже морщины, мы видим исчезновение румянца. Дальше, если эксперимент не прекращается, продолжается ухудшение состояния кожи, а также волос. Волосы начинают выпадать, они становятся более ломкими, желтеет зубная эмаль, кожа тускнеет, могут испортиться ногти, а всё это происходит из-за того, что нарушается работа желудочно-кишечного тракта. Питательные элементы начинают плохо усваиваться, не поступают в наш организм, а прежде всего страдает то, что мы видим. Кожа, волосы, ногти. Оксан, я понимаю, что сейчас для вас это кажется несколько неправдоподобным, но, к счастью, вы употребляете перекись не слишком долго. Но давайте дождёмся результатов, анализов, которые вы сдавали по нашей просьбе. Они-то и покажут, что происходит с вашим организмом на данном этапе. Если эксперимент всё-таки не прекращается на этом этапе, у нас уже не девушка, а самая настоящая пациентка. Стационар, глубокие морщины, мы видим трофические изменения кожи, мы видим поредение волос. То есть представьте все симптомы недостатка витаминов и питательных веществ в организме, и вот они будут на нашей девушке. Но я хочу напомнить, что мы говорили о радиоактивном воздействии, да, то есть схожем. Дело в том, что идёт очень мощное оксидантное воздействие на организм, и разрушающиеся клетки, собственно говоря, наряду с недостатком витаминов, могут приводить к такому внешнему виду. То есть это действительно повреждение и кожи, это и ухудшение роста волос, это и ломкость ногтей, но то, что происходит в середине, мы этого увидеть, к сожалению, снаружи не можем. Это интоксикация. Да, это идёт накопление продуктов очень токсических, которые воздействуют уже и на внутренние органы, нарушая их функцию. Я предлагаю вам ещё раз зафиксировать все симптомы. Итак, первый симптом – это бледность кожи, желтизна зубов, истощение. И, как правило, это потеря мышечной массы. Следующий симптом – тело покрывается морщинами. И если человек продолжает дальше, сильное выпадение волос. Фактически это то, что Оксана ещё на себе не ощутила. Потому что после 46 дней умеренного употребления перекиси водорода Оксана заявляет, что, в принципе, чувствует себя неплохо, какая-то лёгкость в организме, ну, какие-то там симптомы были. Но для того, чтобы действительно вынести вердикт, насколько Оксана сейчас здорова, по сравнению с тем, в каком состоянии её организм был до употребления систематического перекиси водорода, мы обратились к специалистам. Оксана согласилась пройти полное медицинское обследование. И мы сейчас с вами увидим его результат. Оксана тоже увидит это впервые. Пожалуйста. Наша героиня Оксана прошла обследование у найкращих киевских фахивцов. Женка сдала полный анализ крови, отримала консультацию отолеринголога, гастроэнтеролога, и сделала эндоскопию. И сейчас вы узнаете, чем обертается вживание перекисоводню для человека. По результатам анализов, которые я вижу, у нашей пациентки не только изменена слезистая, но уже нарушается функция, то есть проведение пищи в правильном направлении. У нее и так существовал хронический танзелит, а в процессе употребления перекиси само воспаление усугубилось. Погиршение травления, пробуджение хронических хвороб, опеки слезовых оболонок – это далеко не полный перелик измен, до которых привело вживание Оксаною перекисоводню. Лекарь считает, что самое ужасное ждет на нее вперед, если женщина терминово не прекратит пить этот отруйный коктейль. Длительное применение перекиси, о котором она мне говорила, 6-8 недель, по ее словам. Если же это будет дальше продолжаться, то тогда в процесс включится печень, и уже изменение именно печеночной паренхемы и функции печени вернуть обратно и улучшить этот процесс намного тяжелее, чем, например, вот на этом этапе, который мы сейчас видим. Употребление перекиси токсично для лейкоцитов, то есть клеток, которые защищают наш организм от инфекции. Если процесс будет продолжаться, ее употребление перекиси, то через 4-5 месяцев это, к сожалению, может привести к так называемой лейкопенине или изменению качества лейкоцитов, а это очень негативно отразится на ее иммунитете в виде частых инфекций различных, ну и в конце концов может привести к онкологическим осложнениям. Вот у меня сейчас было такое впечатление, что доктор рассказывает о человеке, который пытается медленно себя убить. И я надеюсь, что вы сейчас себя нормально чувствуете в психологическом плане, потому что то, что вы услышали, Оксана, это безусловно страшно. Да, картины не радуют. Действительно, я шокировала на услышанном, потому что как бы внешне и внутренне этих ощущений я не испытываю, каких-то проблем, но то, что сказала доктор, очень меня встревожило, и на данном этапе я, скорее всего, что прекращу принимать. Скорее всего, что прекращу? Категорически прекращу. Я просто нахожусь еще в состоянии небольшого стресса, шока от услышанного, поэтому... Оксана, знаете, давайте вот вы мне просто сейчас четко пообещайте. По поводу того, что я не испытываю всех этих симптомов, там что-то происходит. А не бывают ситуации, когда человек приходит к врачу, ему говорят, что у него рак четвертой стадии, и через месяц человека не стало. А он тоже вроде неплохо себя чувствовал, говорил своим родным, знаете, я не пойду к врачу, пока все нормально. Так давайте же не будем делать так, чтобы мы оказались в числе безумных людей, которые сами себя убили. Я согласна с вами полностью. Обещаю, что больше ни капли не приму перекиси, и не буду экспериментировать со своим организмом. Даже если возникнет какое-то желание поэкспериментировать, обращусь вначале к докторам. Золотые теперь слова. Да. Перекись мы, конечно же, не отменяем. Перекись водорода не враг, но ее нужно употреблять по назначению, а не принимать ее вовнутрь. Спасибо, Оксана. Существует огромное количество информации, которой мы можем воспользоваться. Одна информация нас убивает, другая делает сильнее и оздоравливает. И я прошу вас, прежде чем воспользоваться каким-то методом, убедитесь, что это пойдет на пользу вашему здоровью, здоровью ваших близких. Берегите себя, пожалуйста, и все будет доброе. Спасибо вам огромное за советы. Спасибо. Привет, Ютуб. Будь внимателен к своему здоровью, а мы всегда подскажем, на что обращать внимание. Подписывайся на видеоканал шоу «Все будет добро» и будь здоров. Субтитры подогнал «Симон»